Как производить сталь без выбросов углекислого газа? На крупнейшем в мире железном руднике Кируна в Северной Швеции нашли ответ. Вместо ископаемого топлива компания ЛКАБ сделала ставку на водород. На месторождении Кируна добывается около 80% от всей железной руды в Евросоюзе. Этот минерал, залегающий здесь на глубине в 1600 метров, – основной компонент стали. Обычно для производства этого сплава в железную руду добавляют коксующийся уголь, но шведские ученые изобрели технологию «Хайбрид» и смогли заменить уголь на водород. Когда мы поставляем железорудные окатыши, они состоят из железа и кислорода. Для удаления кислорода наши клиенты сегодня используют уголь и углерод, которые образуют углекислый газ. При новом процессе будет использоваться водород, который при удалении кислорода образует только водяной пар. Таким образом, получается производство полностью без углекислого газа. Европейский инновационный фонд уже инвестировал в проект 143 миллиона евро. Как заявили в ЛКАБ, Брюссель готов увеличить эту сумму, чтобы опередить конкурентов, таких как Китай и США. К тому же, недавно в Кируне было обнаружено месторождение редкоземельных металлов – элементов, которые используются для производства электромобилей и ветрогенераторов. По оценке компании, объем запасов таких металлов здесь может превышать миллион тонн. Если это так, месторождение в Кируне можно считать крупнейшим в своем роде в Европе. Разумеется, мы не заинтересованы в торговой войне США и не заинтересованы в том, чтобы государства ЕС сейчас соревновались, чтобы получить еще больше субсидий для каждой отдельной страны. Тем не менее, нам нужно найти способ, с помощью которого ЕС мог бы решительно и мощно отреагировать на это, обеспечив нашим предприятиям и отраслям лучшие условия для достижения наших климатических целей. Я думаю, что это возможно. У нас будут очень важные обсуждения с Еврокомиссией и Европейским Советом в ближайшие шесть месяцев. В ближайшие недели Еврокомиссия планирует представить конкретные предложения по новому зеленому плану и новому суверенному фонду.